В 30-е годы Кейси стал чаще задумываться о судьбах всего человечества. Его таинственный, но практически безграничный источник, как он сам его называл, открывал взору ясновидца новые дали. Сегодня серьезно изучают пророчества Кейси относительно земных катаклизмов, смена полюсов и геологических сдвигов. Некоторые из них сбываются уже сейчас. Однако при этом надо сказать, что сам Кейси не считал пророчества абсолютной истиной и неоднократно подчеркивал, что полностью ничего нельзя предопределить. Предопределяется только возможность. Многое зависит от свободной воли, как отдельного человека, так и всего человечества. Если он проявит добрую волю и постарается жить в согласии с законами Бога, то сбудется самое лучшее из всех возможных вариантов его будущего. А вступление человечества в новую эпоху Кейси связывал с судьбой России. Он вообще был неравнодушен к России. В самый разгар сталинской тирании он говорит, надежда придет в мир из России, ни от коммунистов, ни от большевиков. А из освобожденной России пройдут годы, прежде чем это случится. Новое религиозное развитие России даст миру последнюю надежду. А вот что говорил Мессинг, уже много лет находясь в России. Глядя по телевизору на ябрскую демонстрацию, Мессинг мрачно произнес, через 20 лет у этой страны не будет даже памятников. Оба прорицателя имели в виду одно. Россия снова станет свободной страной. Мессинг указал даже дату. Через 20 лет в стране началась мирная революция. А Кейси видел дальше. В начале 20 века о будущем России очень много говорили оптинские старцы. Их предсказания касались того, что в начале будет очень тяжелый период, это связано с революцией, ее последствиями. А потом Россия обязательно возродится, и ее ждет великое будущее. И это будущее во многом связано с духовностью России, с духовностью русского народа. И это очень хорошо совпадает с предсказаниями Кейси о России, который видел Россию надеждой мира.